Здравствуйте, с вами я, Елена Клещинская. В рубрике Швейная озбука мы учимся шить правильно. У нее есть выкроенная по косой. В этом случае хочу обратить ваше внимание на то, что припуск в юбке должен быть не широкий, 1,5-2 см максимум. Вот здесь у меня край юбки прямой, а вот тут деталь выкроенная по косой. У нее низ выпуклый. Для этого нам необходимо по меловой линии провести ниточку, чтобы у нас четко была обозначена линия низа. Мы теперь ее берем и заметываем. Вот таким образом. Заметывание стараемся производить очень четко, перегибая точно по нитке. У нас образуются небольшие сборочки, но они потом при подшивании и при утюжке все уйдут. Вот именно поэтому у нас припуск должен быть маленький. Если припуск будет большой, со сборками мы с вами ничего не сможем сделать. Теперь берем нитку в цвет ткани и начинаем подшивать. Иголку с ниткой вводим в припуск на юбке. Зацепляем припуск низа насквозь. Здесь может быть маленькая ниточка видна. Когда мы переходим к основной ткани на юбке, вот здесь мы зацепляем буквально одну-две ниточки, потому что ткань тоненькая. Таким образом, чтобы с лицевой стороны у нас не было видно этой нитки. Припуск мы захватываем насквозь, возле верлака, и у нас, в принципе, иголку-то видно, но это не страшно. Вот здесь опять захватываем одну-две ниточки. Тут опять ничего у нас не видно. И таким образом подшиваем всю юбку. Подшиваем довольно часто, чтобы у нас в сантиметре где-то было 2-3 стежка, чтобы юбка у нас не распоролась, когда мы нечаянно можем задеть ее каблуком или зацепиться обо что-нибудь. При подшивании аккуратно распределяем вот эти складочки, чтобы у нас не было вот такого наложения, чтобы такого не было. А когда вы будете потом приутюживать, все оно приутюжится, и все будет очень аккуратно и красиво. Вот таким образом у нас подшивается вся юбка. Нам останется потом лишь приутюжить, убрать наметку, юбка готова. Сегодня вы узнали о том, как можно подшить изделие, когда нить юбки у нас выкроен по косой. Шейте сами, не бойтесь, и все у вас получится. До встречи!